На территории Анапы работают 19 привозов. Создавались такие ярмарки именно для того, чтобы регулировать процесс ценообразования. Местные сельхозпродукты должны быть максимально доступными. Вся информация для покупателей на информационных стендах и телефоны специалистов, которым можно пожаловаться на нарушение. На каждой ярмарке должен быть стенд. На этих стендах есть цены рекомендованные, выше которых никто не должен торговать. Напомню, что мы не можем диктовать цены, поэтому мы их рекомендуем. Рекомендуем, мы делаем каждый четверг ценовой средств. Это тоже мы магниты, центральные рынки, мониторим, смотрим, какая цена, и на 15-20% ниже делаем и рекомендуем людям. Заместитель главы курорта попросил активистов рассказать людям об их правах и сообщать обо всех нарушениях. Отсутствие стенда, несоответствие цен рекомендациям, ненадлежащим санитарным состоянием. Еще одна просьба к ТОСовцам – предложить новые площадки для ярмарок. Цены в магазинах растут, особенно на мясные и колбасные изделия. В зимний период поставщикам можно будет торговать своей продукцией с палаток на привозах. Мы готовы пойти на такой шаг, чтобы разрешить на ярмарках торговать в зимний период продукцией. Это будет действительно дешевле, действительно будет свежая, качественная продукция от производителей. Но нам нужны ваши предложения по местам, где это действительно необходимо. По словам Натальи Ибономаренко, ярмарка нужна в районе Института береговой охраны. А вот на пересечении улиц Астраханской и Терской стихийная торговля доставляет людям одни проблемы. За собой они не убирают. Сидят они там обычно к концу дня, приходят, когда люди идут с работы. Это рядом находится с нашим рынком, на крепостной которой. Нужно, чтобы они там торговали. У нас есть рынок, нам совершенно не нужна эта площадка и создание дополнительной грязи. Совместно с активистами работа принесет результат, уверен заместитель главы Анапы. Так было не единожды. Общественный контроль нередко бывает гораздо эффективнее. Любых других мер.